МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В то же время в лоб заявляют об отношении общества к тем или иным явлениям. Вот фото Владимира Зеленского с серьезным выражением лица и подпись. Он утонул. Отсылка к знаменитому путинскому «Она утонула», сказанному много лет назад о подлодке Курск. Перекличка, ответочка, которая в то же время показывает и то, как изменился политический язык в России с начала 2000-х. За это время российские власти освоили новояз иного калибра. Некоторые лингвисты, например, куратор российского конкурса «Слово года» Михаил Эпштейн называют его антиязыком. Не война, а спецоперация. Не локдаун, а не рабочие дни. Не снос домов, а реновация. Не падение рубля, а отрицательный рост. Не взрыв, а хлопок. Кстати, как раз хлопок пошел в ход в российских государственных медиа, когда стало известно о взрывах на борту крейсера «Москва». Именно этот антиязык и стал главным героем значительной части мемов о русском военном корабле. Говорили о том, что корабль, по версии российских властей, поджег себя сам. Его апгрейдили до субмарины, а также о том, что он не утонул. Это просто отрицательное всплытие. Или перефразировали Путина. Наш корабль не тонет. Это просто специальная подводная операция. Высмеивается в мемах и еще один излюбленный риторический прием российской власти – отрицание. Так один из мемов пародирует заявление Дмитрия Пескова. «Кремль не уверен, что это наш крейсер. Сейчас очень много фейков, а такой корабль можно купить в любом магазине крейсеров». Это отсылка к высказываниям Путина восьмилетней давности. К вопросу о том, кто где был восемь лет назад. О том, что русских военных в Украине нет, а такую форму можно купить в военторге. Другая группа мемов основана на игре с именем собственным «Москва». Вот Владимир Зеленский в костюме Наполеона. И шутки о том, что Москва сначала сгорела, а потом утонула. Или реплика из-под воды. Говорит Москва. Эта шутка, мне кажется, одной из самых глубоких. Извините за невольный каламбур. В ней отсылка к фразе, которая символизирует советское теле-радиовещание. Пропаганду времен Холодной войны. Приемами которой до сих пор пользуется российское телевидение. Однако сейчас, в отличие от советского времени, источников, помогающих узнать правду, гораздо больше. А потому пропаганда тонет. Хотели Z, а получили Ctrl-Z, шутят пользователи интернета. Высмеяли создатели мемов и желание российских чиновников прихвастнуть собственными достижениями и изобретениями, от которых, как известно, кусают локти Илон Маск. Вот одна из шуток. Ракетный крейсер «Москва» был четырехпалубный, заявили в Минобороны РФ. Попасть в наши двух- или однопалубные корабли будет гораздо сложнее. Кстати, эта шутка недалеко ушла от реальности. Буквально два года назад российские медиа называли украинские крылатые ракеты «Нептун» ширпотребом, утверждая, что на грозу морей они никак не тянут. Наконец, еще одна группа мемов традиционно связана с тем, какой неожиданно решительный отпор дает Украина России. Вот один из них. В России любят символичные даты. Но мы не специально. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года затонул «Титаник». 14 апреля 2022 года затонула Москва. На картинке, иллюстрирующей этот мем, крейсер, как «Титаник», приближается к огромному айсбергу. Его масштаб сразу непонятен. Над водой виднеется лишь маленькая желтая часть. Ну что ее бояться? Зато снизу, под водой, огромная голубая. Именно ее в который раз и недооценили.